Всем привет! С вами Денис и вы смотрите видеоблога Видео-Видеоинженер. Все правильно. Мы находимся с Антоном, вот доказательство, в городе Кемерово, в Краеведческом музее. И нас пригласили сюда сделать интерактивную инсталляцию, интерактивный пол. В чем суть инсталляции? Значит, есть вот такой вот проекционный пол, который мы уже вчера свели. Я немножко не по хронологическому порядку снимаю эти видео, но потому что мы вчера прилетели и сразу же принялись за работу, не было времени снимать. Итак, значит, есть вот такой вот пол проекционный, на который светят 4 проектора. Еще есть экран обратной проекции, на который светят 2 проектора. Вот один, и вон там, он видно, второй. Задумка такая, люди ходят по полу, и наступая на определенные точки, которые подсвечиваются, они, собственно, активируют контент. Соответственно, можно будет наступать на определенные зоны, они будут активироваться, и вы будете видеть информацию по географической зоне, на которую наступили какие-то всякие разные всплывающие подсказки и так далее. Вот что нам предложили сделать. Значит, что мы получили на выходе, что мы в итоге придумали, какую систему. Значит, мы на этом проекте с Антоном разбились на две микрокоманды из одного человека каждая. Я отвечал за разработку плейбэк-системы, то есть за все воспроизведение роликов, отмену воспроизведения роликов, включение-выключение по кнопкам и там управление с планшетой и так далее. Антон отвечал полностью за трекинг-систему, то есть чтобы люди, чтобы я на входе в своем тач-дизайнере получал просто набор координат. То есть если 8 человек ходит, у нас эта система может трекать до 8 человек максимум одновременно. Я хочу в тач-дизайнере просто получать 8 наборов координат, 8 x, y, и дальше уже моя плейбэк-система понимает, что с этими координатами делать. Она проверяет, если эти координаты совпадают с теми точками интерактивными, которые я хочу сейчас, которые активны в данный момент, то, соответственно, моя система на это реагирует и запускает какие-то ролики, отменяет какие-то ролики и так далее. Вот таким вот образом это работает. Значит, трекинг-система у нас устроена следующим образом. У нас есть 4 камеры Intel RealSense 435-х. Вот они висят. Раз, два, три и четыре. Тон, можешь немножечко уделить времени рассказать про сетап? Как трекинг-сетап устроен? Так, значит, ну, первое, типа, из чего мы исходили, что у нас очень большое расстояние до сервера, и оно вообще неизвестно, но потенциально больше, что даже 30 метров. Поэтому тянуть просто USB-кабель не было возможности. Для этого нужно было всю эту историю удлинять, и самое, конечно, простое решение – удлинять через зазернет. Соответственно, чтобы подрубить RealSense к азернету, просто нативно сделать это нельзя. И нам нужен, ну, короче, понадобился для этого, собственно, Raspberry Pi, который как промежуточное звено выступает. Он, собственно говоря, управляет непосредственно RealSense, он принимает с него карту глубины, и дальше все это по RTSP-потоку управляет уже на Touch Designer, где, соответственно, Touch Designer уже занимается самой последней обработкой этих изображений карт глубины и треками, собственно, каждый день. Так, здесь еще стоит добавить, что у нас, в принципе, было два возможных варианта, как это сделать. Мы могли сделать прием карты глубины на Raspberry Pi, обработку всей этой карты глубины на Raspberry Pi, и дальше по сети стримить только координаты. У этого есть плюс, что по сети не надо стримить текстуру, а типа стримить координаты – это гораздо быстрее, проще и так далее, да, и в Touch Designer принимать уже просто готовые координаты. Но у этого есть существенный минус, что Raspberry Pi 4 штуки, они зашиты за потолком, к ним тяжело получить доступ, на них надо на четырех разворачиваться одинаковый сетап и так далее, бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому мы решили, что Raspberry Pi будут такими, ну, максимально как бы пассивными коробками, скажем так, да, то есть там просто на ходу ролик конвертится по RTSP протоколу и просто отдается в виде видеотекстуры на Touch Designer. В Touch Designer принимается видеотекстура, и дальше уже с этой видеотекстурой работает блок-трекинг-нода, который умеет как раз-таки находить какие-то, да, пятна подвижные и отделять их от фона. И таким образом, собственно, трекинг у нас и будет осуществляться. Еще один челлендж, с которым мы столкнулись, у нас достаточно низкая высота. Все эти камеры, если взять интерактивные типа Kinect, RealSense и так далее, они все отличаются тем, что у них не суперширокий угол раскрытия объектива. Так как у нас здесь низкая высота потолков, мы не смогли взять, просто повесить одну камеру и увидеть всю, все 5 на 3 метров, да, с одной камеры. Поэтому нам пришлось вешать 4 камеры, и с этим тоже есть определенные сложности, потому что с 4 камер надо сшить картинку в одну большую, да, потому что мы в итоге, я хочу получать на выходе просто абсолютные координаты, да, то есть у нас вот, сейчас я вам покажу. Ну, вообще, разрешение всего контента 3500 на 2100. Вот эта точка 00, вот эта точка 02100, вот эта точка 3500 0 и вот эта точка 3500 2100. Соответственно, я хочу от Антона получать абсолютные координаты, да, то есть если человек пришел сюда, я хочу, чтобы у меня в системе было видно, что в данный момент система видит одного человека, стоящего в координате, ну, грубо говоря, 00, да, если я, соответственно, начинаю идти, то координата плавно меняется от 00 до 0-3500, да, соответственно, начинаю идти сюда, координата плавно меняется на 200, на 3500 и так далее. Вот, но так как на входящем изображении мы получаем изображение с 4 разных камер, у которой каждого, у каждой свое разрешение, да, оно вообще не совпадает с разрешением контента, плюс это как бы 4 независимые зоны, все это в итоге надо софтварно сшить в одну карту общую и расскейлить ее до разрешения нашего контента, чтобы когда в трекинг-системе человек ходил, все координаты, которые трекинг-система выдавала в Touch Designer были именно в поле нашего контента. Давайте еще небольшую заметку про мэппинг расскажу. Сложно даются такие мэппинги, потому что сложно сводить 4 проектора. Если взять вот эти вот две области, например, да, то у них вот здесь вот идет общий шов, примерно вот такого размера, ну, в 4 квадрата. Если взять вот эти две области, да, то есть первый и второй проектор, то у них тоже идет вот такой вот примерно в 4 квадрата здесь шов посередине. Но сложность в том, что если взять вот эту среднюю область, примерно вот здесь вот, да, вот она, то в этом месте на самом деле сходятся швы от 4 проекторов. То есть здесь в одной точке надо свести 4 проектора, и это очень сложно сделать идеально, потому что каждый проектор чуть-чуть, но все равно немножко отличается, и когда вы в одну точку сводите 4 проектора, которые чуть-чуть отличаются, очень сложно не получить мыло. Вот можно присмотреться здесь. Видите, есть небольшое мыльце, но опять же, я повторюсь, потому что сегодня еще теребили проектор, и мы немножко это все подправим. Видите, вот если сейчас посмотрите на цифру 27, я один из проекторов закрываю свои тени. А если я сейчас уберу тень, видите, двойка начинает двоиться. Потому что другой проектор начинает тоже светить, он тоже светит двойку, но чуть-чуть левее или правее. Поэтому такой вот эффект получается. Вот, ребят, смотрите наглядно про лазерный уровень. Вот есть зеленая линия. Мне ее надо сделать прямой. Я вот сейчас на нее смотрю и не понимаю. Вот так вроде она прямая, да, согласитесь? Вот так вот кажется, что она слева направо идет, да? Вот так вот кажется, что справа налево. И это невозможно понять, да, где она прямая, где не прямая. Но включив лазерный уровень, это сразу становится очевидным. Вот смотрите. Плохо видно, к сожалению, в светлое время суток это лазерный уровень. Но я вам покажу так. Вот смотрите. Вот здесь лазерный уровень. Вот я ставлю кроссовок. Видите, да, что зеленая линия, она с лазерным уровнем совпадает. Теперь я иду в другой край проектора. И ставлю кроссовок здесь. И вот видите, куда светит лазерный уровень. Вот она тонкая такая полоска. Ее видно. Вот она здесь по пластырю идет. Видите, насколько сильно ушел на самом деле проектор. То есть вот теперь я точно знаю, что мне надо взять вот эту вот зеленую линию и подвинуть ее вот до красного, до красного луча. Потому что на глаз это невозможно понять, да, кажется. Ну, вроде чуть левее, а может быть чуть правее. В зависимости от того, откуда посмотреть. Вот поэтому лазерный уровень такая незаменимая штука в сведении проекции. Так, ребята, вот часто подписчики спрашивают, что такое медиасервер, что он из себя представляет. По факту это обычный компьютер. Такой, знаете, близкий к пировой сборке. Вот вам материнская плата. Asus Deluxe Prime. Вот вам Nvidia Quadrant. Р-1000 4000 сейчас появится вторая штура. Сейчас мы подключаем. Кулер, CPU, ну, в данном случае стоит Core i9, но в целом это избыточный для этого проекта. Жесткий диск. Ну, как вы видите, в общем, никакой черной магии, и все довольно стандартно. Просто хороший и мощный компьютер. В принципе, такой вот, а-ля игровой. Ну, и хотелось бы рассказать два слова про то, как у нас, собственно, устроено все в самом нашем любимом тач-дизайнере. Мы с Антоном в последнее время взяли в привычку все наши проекты оформлять в виде табличек в Google Docs. Это очень удобно, потому что вы можете табличку просто скачать как CSV-файл, дальше засунуть ее в тач-дизайнер и с ней делать что угодно. Это удобно, потому что в Google вы можете редактировать данные в очень удобный способ. Можете там дублировать, копировать, вставлять, добавлять всякие там дроп-даун-меню, чтобы вы там не ошиблись, да, с названиями каких-то там штук и так далее. А потом просто скачивать это как файл, подпичивать его в тач-дизайнер, а в тач-дизайнер, собственно, писать Python-скрипт таким образом, чтобы он в зависимости от наполнения, да, этих, этой базы данных, скажем так, он уже реагировал на это каким-то определенным образом. Это очень удобно, потому что позволяет вам все очень наглядно представить. То есть можно просто почитать, почитав эту таблицу, сразу же понять, что происходит, да, например, там вот есть какой-нибудь шаг, например, вот этот. Мы читаем, увидим, что тип шага chapter start, длится он 10, ну, там, секунд или кадров, да, дальше. У него есть x, y каких-то интерактивных точек, да, достаточно сразу тоже очевидно, что это значит. У него есть x, y интерактивных зон, так как у нас видео, да, они маленького размера, соответственно, мы их рендерим не в полный размер всего экрана, да, мы их рендерим маленького размера и нам их тоже надо позиционировать правильно на полу. Дальше у нас есть видео для карты, видео для интерактивных зон, видео для превью зон и видео для экрана обратной проекции, да, здесь просто у нас перечислены названия файлов, которые должны проигрываться, когда система встает на вот этот вот шаг. И так по всем шагам у нас расписано все поведение системы, это очень удобно. Так вот, ну и давайте теперь посмотрим в сам Touch Designer. Все наши инсталляции мы делаем, как правило, всегда, чтобы они запускались просто при запуске компьютера вместе с ним, чтобы пользователю не надо было объяснять, там, нажимайте сюда, нажимайте туда. Но если, вот как сейчас возникла ситуация, да, что компьютер уже включен, надо включить инсталляцию, есть очень простой и понятный ярлычок, который называется «Запустить инсталляцию». После того, как пользователь его двойным кликом нажимает, у нас начинается включение всей системы, включается много всяких вещей, вот как вы сейчас видите, устанавливается связь с камерами трекинга, включаются несколько сетапов Touch Designer, которые каждый работает на свои GPU, да, чтобы все с точки зрения перформанса и плавности воспроизведения было максимально круто. Мы, кстати, достаточно много времени этому уделили, именно плавности воспроизведения, и нам удалось добиться очень хороших результатов. У нас реально видео играет плавно, без тормозов, без затыков, и это наша отдельная, очень большая гордость с Антоном, потому что мы, правда, на это потратили много времени. Вот, в общем-то, когда система включается, пользователь перед собой видит вот такие вот менюшки, да, здесь он видит возможность, там, переключения режимов работы с планшетами, и, соответственно, интерактив. Дальше он видит возможность подмэппить что-то, да, если шов разъехался, не дай бог, да, можно включить настроечную сетку. И, собственно, включить режим сведения, например, да, в котором появляются настройки всех четырех проекторов, и можно выполнить мэппинг. Также есть режим подстройки блендов, да, в котором можно подсвести проекторы по углам и так далее. Дальше там есть всякие кнопки, которые позволяют, например, вывести видеотрансляцию, да, если подключен, например, внешний источник, мой ноутбук. Ну, сейчас у нас, соответственно, ничего не подключено, да, но таким образом переключается режим работы основного экрана. Ну, и дальше всякие служебные настройки. Вот тут есть лог, который показывает полностью всю коммуникацию между инстанциями тач-дизайнера. Дальше есть таблица, в которой показано, с какого частоты кадров работает система, да, сколько она память употребляет и так далее. И дальше есть, собственно, настройки проекторов, связь с проекцией, да, чтобы включать-выключать проекторы по удаленке, смотреть, сколько у них наработок часов и так далее. Вот это все видит пользователь, когда включает систему. Ну, и я был бы не драм-компьютер, если бы я вам, конечно же, немножко не показал то, как это все устроено внутри системы. Мы же с вами не простые пользователи, да, мы же с вами продвинутые, и мы хотим знать, как это все выглядит в тач-дизайнере. Для этого есть специальная служебная кнопка, которая называется Exit Perform, которая выводит нас аккуратненько из Perform режима и включает редактор. на обоих инстансах тач-дизайнера. Это я могу теперь свернуть. Сам тач-дизайнер состоит из двух проектов. Первый проект запускает и отрабатывает контент на экране обратной проекции, плюс запускает юзер-интерфейс. А второй проект полностью запускается на отдельный GPU и пускает контент на полы интерактивный. Сейчас мы с вами видим мастер. Здесь все достаточно просто. Вот эта вот вся часть, она отвечает за прорисовку юзер-интерфейса, да, то есть здесь все собираются окошки. Здесь идут все скрипты и вся логика работы именно в Python части, скажем так, да, коммуникация, отработка на всякие команды внешние. Здесь также идет модуль трекинг-системы, да, который мы с Антоном, так как классные программисты и работаем в стиле объектно-ориентированного программирования, мы все пишем модулями, поэтому Антон всю трекинг-систему разработал отдельно от меня на своем ноутбуке, а потом, когда мы с ним начали собирать эту систему воедино, он просто передал мне вот этот вот base-компонент в виде отдельного токс-файла, мы просто его драк-н-дропнули в мою систему, и он заработал так же, как он работал до этого на ноутбуке Антона, что очень классно, даже лучше, да, потому что тут компьютер явно помощнее, чем ноутбука Антона, при всем наложении к ноутбуке Антона. Вот, ну а здесь, собственно, плейбэк и мэппинг. Часть, да, вот здесь у нас плейлист, который мы сделали, компонент, который просто умеет по-разному там проигрывать видеофайлы. Эти видеофайлы блендятся, мэпятся и отправляются на выход. С точки зрения сетапа, который работает на второй ГПУ, там все гораздо более наворочено в плане именно видео плейбэка, так как у нас там очень много видеофайлов, которые играют по сложной логике, да, там и курсоры интерактивные, и превью-зоны, и интерактивные зоны и так далее, то выглядит это вот так вот. Вот эти все компоненты, они отвечают за плейбэк. Дальше весь этот многочисленный плейбэк склеивается в один большой такой композ, на котором правильно назначаются приоритеты слоев, да, как что поверх чего и так далее. Дальше опять же это все так же, как в первом стапе, отправляется на блендинг, на мэппинг и в конечном итоге на выход видеокарты. А здесь вот, вот эта вот вся часть, она отвечает за дебаг, это когда я писал систему, я себе сделал такой вот превью, в котором я могу нажимать на всякие кнопочки, имитировать работу, да, трекингу, то есть водить по полю и смотреть, как будто бы ходит человек, да, а не мышка бегает. Вот. И вот здесь вот идет вся логика. То есть здесь все Python скрипты, которые там менеджат состояние видео плейбэка, которые общаются с первым инстансом тач-дизайнера, здесь у меня очень много всяких таймеров, которые срабатывают там, если зону активировали, если зону деактивировали, если включился там автоматический шаг и так далее. Я, наверное, понимаю, что набрасываю много лексики специфически для этого проекта, с которой вам, наверное, тяжело сопоставить реальные какие-то данные, но, тем не менее, надеюсь, что хоть что-то вы из этого поймете. Здесь вот, собственно, та Google таблица, которую я вам показывал, да, вот есть компонента, которая подгружает эту Google таблицу в виде CSV файла, парсит ее вот в такой вид, да, то есть то же самое, что мы видели с вами в Google таблицах, преобразованное в тач-дизайнер. А дальше, как только мы этот файл загружаем, срабатывает Python скрипт, все, что я вам покажу, который, собственно, парсит эту таблицу, да, то есть вот все Python скрипты, которые мы написали для этой системы, вот один из них, например, называется сценарио менеджер, да, менеджер сценариев, и вот здесь вот идет полностью логик, который парсит эту таблицу, и всем разным системам тач-дизайнера сообщает, что, собственно, какие данные она из этой таблицы получила. Ну и сердце моей плейбэк-системы, над которой у меня больше всего карпелы, которые вот самые такой объемные, это вот файл, который называется Step Execution Manager, который, собственно, описывает логику работы всей плейбэк-системы, да, как включаются интерактивные зоны, что такое транзишн шаг, что такое мейн меню, если мы делаем рестарт, то какие видео включаются-выключаются и так далее. Вот очень объемный получился файл, получился он у нас на 450 строк-кода. Ну вот это вот такое сердце плейбэк-системы, скажем так. Но помимо этого, конечно же, есть еще огромное количество разных скриптов, которые несут разный функционал. Переключают ролики на экране обратной проекции, на полу и так далее. Вот. Примерно вот так вот все это выглядит, и вот так вот оно все это работает. И вот наконец-то пришло время, и появилось время самое главное, показать вам, как выглядит готовый результат. Вот светит обратная проекция, вот наша проекция, которая сейчас стоит в режиме главного меню. Соответственно, если я наступлю на одну из этих четырех кнопок, она активируется, и пойдет транзишн на основную главу. И, собственно, пойдет интерактивный режим интерактивной игры. Вот я встал, точка активировалась, и пошел транзишн. Сейчас он закончится. И у нас, собственно, карта встанет в режим интерактивной игры. Вот у нас появилось, видите, маленький показан на эту зону превью, на который, если я встану, у меня будет просто показано видосиками, да, как выглядит город, таймлэпсы городов. Где еще вот, вот еще есть. Соответственно, если я отхожу с превью зоны, она это две секунды еще висит, а потом выключается. Ну и если я встану на интерактивную зону, то у меня включится интерактивный контент. Вот зона активировалась. И вот пошел мой интерактивный контент. Вот в данном разделе рассказывается про то, вот как осуществляется сообщение между городами и сколько времени занимает дорожное сообщение или авиасообщение. Вот в следующем сюжете будет еще авиасообщение. Опять же, активируется зона подо мной. И вот пошел контент. Показано по дороге ехать 4 часа, на самолете лететь 50 минут. Класс. Ну и, соответственно, каждый раз, когда я выбираю новую зону здесь, у меня автоматически переключается на экране обратной проекции тоже контент. Вот смотрите, я сейчас встану. Зона начинает загружаться. Ну вот пошла новая история на Томск. Соответственно, здесь тоже у меня... Если я стою вот так вот, да, мы специально сделали, что если я со сценарной зоны отхожу, то она не выключается до тех пор, пока я не включу следующую сценарную зону. Таким образом я могу походить по карте, поразглядывать, посмотреть, полюбоваться. И потом, когда я закончил это делать, я встаю на следующую интерактивную зону, у меня это выключается, а следующая включается. Вот. И когда я прохожу все... Давайте пройдем здесь шесть разделов. Когда я их все шесть прохожу, у меня появляется точка, которая в зависимости от того, от сценарной таблицы, она меня выводит либо на следующую главу, либо в главное минимум. Но в данном случае я сейчас попаду в следующую главу. Вот я встаю, ее активирую, и у меня начинается транзишн на следующую главу. Вот такой вот у нас получился интересный проект в Кемерово. Мы очень соскучились по родной нашей Москве. Да, ты точно понравился. По свинцовым тучам, по бесконечной стройке. Очень я лично скучаю. По дорогам, по дорогам. Да. В общем, проект получился очень интенсивный, потому что на все про все, вот как бы с момента того, как мы начали заниматься, и до сегодняшнего дня прошел примерно месяц. Мы проделали огромный объем работы и очень устали, но и очень горды собой. В общем, будет даже время. Вот. Поэтому спасибо всем, кто посмотрел это видео, и увидимся в новых выпусках. Видеоблога о видео. Видео инженера. Ура!